Ну что ж, и всем привет, с вами WageSoft7, и сегодня мы продолжаем проходить игру «Назад в будущее». У нас четвёртый эпизод и вторая серия. Ну что ж, мы находимся в комплексе по подготовке Гражданина Плюс. Мы усыпили охранника, который стоял за стойкой по управлению Гражданином Плюс. И сейчас мы попытаемся выпустить Брауна Эммита. Чёрт, как же мне выключить эту штуку? О, эквалайзер! Точнее, я надеюсь, что это эквалайзер. Ага. Обоняние, пищеварение, осязание, слух. Звуковой. Ура, хоть одно понятное слово. О! Он сдвинулся на пару сантиметров. Может, получится вытолкнуть его за две. Так, хорошо. Зрение, осязание, пищеварение, обаяние. Зрение, я думаю, ничем особо не поможет. Короче, мы сейчас Эммита, походу, пытать будем. Не, байда. Осязание, это чё, колоть будут, что ли? Осязательный? Ни хера себе. Прости. Не то. Определённо не то. Пищеварительный? Еду подавать? Откачиваю? А, подавать. Не то. Извини, док. Обонятельный? Слово вроде бы знакомое. Что, Слово? Очистные фильтры в ароматических баках снова засорились. О, да неужели? А я и не заметила. Давай, сделай уже, наконец, что-нибудь. Прости за задержку, дорогой. Мы закончим намного быстрее, если ты выкинешь из головы бредовые идеи про машину времени и изменения прошлого. Тебе лучше сосредоточиться на будущем. Для нас будущего нет. Через пару часов ты уже будешь думать по-другому. Да хрен тебе, Высо. Умоляю. Подумай, какими последствиями обернутся твои действия. Мои? Это ты подверг... Я могу его так вот несколько раз двигать тудым-сюдым, нет? Не думаю, что она сдвинется дальше при такой громкости. Тут нужно врезать по полной. А врезать по полной. Ну что ж. Как бы тебя подключить? Где Мартин? Не тревожь, сми. Когда мы поправим твой искалеченный разум, настанет черед юного мистера Макфлая. Ща, мужик, все будет, жди. Не вижу тут ничего полезного. Да? А к интеркому мы тут подключаться не будем, да? Хорошо. Так, ну вот у нас еще регуляторы есть. Но тут у нас нету пока ничего, да? Да. Заело. Че, охранника? Я отключился на некоторое время. Хитах уже не работают. Как я удачил контроль? О, дорогой. У тебя никогда его и не... Привет, Биф. Меп твоя помощь. Что, здоровяк, хочешь на волю? Похоже, они не подходят. Блин. Пока, Биф. Так, ладно, хорошо, что пособо мозги не совокуплять. Давайте посмотрим, что нам предлагает игра. Вышла... А, точно, 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 точно. Я что-то это вообще пропустил мимо ушей. Тебе это просто так с рук не... И чуть за дверь. Заперто. Хорошо. Шлем гражданина плюс. Тест. Раз, раз, раз. Что это было? А если вместо этого подключить гитару? Нет? Охрана. Да, определенно. Эй, док. Приготовься валить отсюда. Что это было? Ты! Что ты здесь делаешь? Освобождаю отсюда моего друга, кошелка. Ненамного получилось. Человек, ты так драматично, как я ожидал. Ну да ладно. Не сбавляй оборотов. Ооо! Хе-хе-хе-хе-хе. А кто ей, главное, дал право утверждать, что Браун чокнутый? Что не она чокнутая в итоге. Спрятались. Не разговаривай с ней, она может нас выдать. Ну да. Не обижайтесь, ваша тесть, но все-таки, почему вы женились на Эдни, она же немного не в себе. Теперь это так. Но когда наши отношения только начинались, ее сдерживало четкое понимание, что хорошо, а что плохо. По крайней мере, так мне тогда казалось. Разве мы не должны помочь, когда мы вернемся и исправим историю? Этого просто не случится. Я надеюсь. Что делать-то, Док? Дождемся, пока охрана разойдется, а потом мы проберемся к твоей машине времени. Она сломана. Ну понятно. Вот это молодец. Вот так, папа. Вот это умница. А где же тогда Делориан? Я спрятал ее в тайной лаборатории возле ущелья Клейтон. Ущелье Клейтон? В честь Клары Клейтон? А что, это так важно? Вообще-то Клара должна была стать твоей женой. Так что да. Потрясающе. Мама, папа! Нет! Все будет в порядке. Когда мы исправим временную линию, ничего этого не случится. Я надеюсь. Но это же все равно не тот Док. Я же не могу этого Дока брать. Боюсь, мне придется сделать эту работу без тебя, Мартин. Что? Почему? Ну, я кое-что уяснил о путешествиях во времени. Если ты будешь помогать мне ремонтировать машину времени, то когда мы вернемся в 1931 год, может случиться пространственно-временной парадокс. И что мне теперь остается? Слоняться по ненормальному Хилл Вэли, пока ты не починишь машину времени? Точно. Но не волнуйся. Если все пройдет как надо, ты даже не заметишь моего отсутствия. Надо же, в какой-то момент ты говорил почти так же непонятно, как настоящий Док. Видишь? Дела уже пошли на лад. До скорой встречи, Мартин. Давай, Док. Удачи, Ваша честь. Ах да. И лучше бы тебе несколько секунд держаться подальше от дороги. Подальше от дороги? Хорошо. Гражданин Браун? Эммет? Ай, господи. Я чисто с идиотом. В бачке, блин. Я могу выйти? Знаешь, он ведь не вернется. О чем вы говорите? Эммет, он же почти беспомощен без моих указаний. До нашей встречи Эммет был жалким неудачником, которым мог ничего довести до конца. А теперь посмотри, чего мы добились. Так, дело без тебя, он способен на великие дела. Думаете, вы вдохновляли Док? Так знаете, что Эммет Браун додумался сконструировать машину времени из Делориана без вас и летающий поезд? Слупости! Без моих наставлений Эммет не способен даже собачью кормушку. Ее он, кстати, тоже сделал. Кстати, насчет летающего поезда и Делориана, значит, действие данной игры происходит после всей трилогии. Потому что летающий поезд, я не помню, то ли второй, то ли третья часть была. Это было круто, кстати. А знаете, не только вы вдохновляли Эммета. В моем времени он женат на одной из самых прекрасных женщин 19 века. Прекрасной женщине? Ха! Для работы Эммету нужна дисциплина! Он так легко отвлекается! Я, кстати, не знал, что у него даже жена есть. Да, все правильно. Это вы наставляли Эммета. И он превратил Хилл Вэлли в сборище придурков. Я и не ждала понимания такого хулигана, как ты. Так, Ваша честь, я начинаю слегка беспокоиться. А вот и док. Работает! А брос уже так. Вот я в настоящем, а через секунду уже на полгода в прошлом. Потрясающе! Полгода? Тебе потребовалось полгода, чтобы починить машину времени? Полгода. Семейные сбережения и знакомства с людьми. Док, ты вообще молочек. Не знаю этого. Тебе нужна помощь. А теперь заткни свой рот, дорогая. Я отправляюсь в прошлое, где никакая кучка адвокатов не сможет... Марти, как долго пришлось меня ждать? Тридцать пару минут. О, опять что-то будет. Опять будет какая-то жопа. О, одежда для нашей поездки. Мы же не можем появиться в тридцать первом году в этой дурацкой форме. Постой. Нашей поездки? Ты же не думал, что я позволю тебе в одиночку исправлять величайшую ошибку моей жизни? Господи, я все хуже и хуже все делаю с прошлым. Это кошмар. Давай, беги. Это не тот Эммет, который должен был оказаться в прошлом. Абсолютно. Я должен был один быть. Я уничтожу тебя, Эммет. Этот город мой. Уже нет. Прощай. Продолжение следует... Наверное, самый эпик во всей игре это вот это. Когда машина стартует, и нам открывается что-то новое. Опять, опять. В последний раз. Тебя, молодого тебя. Ты направлялся туда под ручку с Эдной. Ох, к счастью, моя бывшая жена не из тех, кто целуется на первом свидании. Если получится провянуть все. Четко, их... То есть наши отношения не зайдут дальше простых объятий. Да вы только посмотрите. Старый городской кинотеатр. Долгие годы я даже не вспоминал об этом месте. В 71-м году женушка потребовала сравнять его с землей. Дескать, фильмы расливают умы молодежи. Конечно, все это полнейшая чушь. Сколько вечеров моей юности я провел здесь, но так и не превратился в хулигана. Скажи, ты помнишь врага общества? Ах ты, грязная крыса, никчемная, трусливая тварь! Я так и не посмотрел Франкенштейна. Но к этому все идет. Потому мы здесь, не забыл? Точно! Конечно! Просмотр фильма должен был перевернуть мой мир, дать моль воображению и стать той идеей, которая определит мой научный путь. Ты до сих пор не помнишь, что это была за идея? А как он вспомнит, что это было в другой реальности? Того Эммета, чьи следы ныне поглотили зыбучие пески времени. К счастью, в собственном разуме я разбираюсь. Мы с ним не расстаемся вот уже 70 с лишним лет. Если удастся завлечь молодого меня на просмотр фильма, тогда ничто не помешает ему. Святые угодники, вы только посмотрите. Городская площадь? Такая же, как я ее помню, только грязнее. Хе-хе-хе. О, старое здание сюда! Пойдем, док, тебе надо... Зайти и все выяснить! Док, первое правило путешествий во времени, никогда не попадайся на глаза самому себе. Парадокс может разрушить реальность. То есть? Прямо за тобой, не оборачивайся. Иди, я дам тебе знать, когда он уйдет. И не забывай, что ты теперь Карл Саган. Автор миллиардов и миллиардов? Подозреваемый в поджоге. Парадокс, запомнился. Автор миллиардов и миллиардов. Просто поджигатель сраный пироман, господи. Вот это повествование, вот это мне нравится. Привет, Эммит. Ты меня помнишь? Корлеона? Майкл, ты появляешься в самые неожиданные моменты. Где ты пропадал? Ну, знаешь, то здесь, то там. Ты ведь и сам на месте не сидишь. Я пытался отыскать тебя прошлой ночью, но... Я был очень занят, развлекал одну прелестную особу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Надо же, я так и не успел поблагодарить тебя. Ну, я уверен, что ты и сам сумел бы спастись от малыша. От малыша? Ах да, я тебе признателен, но сейчас речь об Эдне. Забавно, однако, до того случая, мне и правда казалось, будто мы с Эдной не выносим друг друга. Болин. Представляешь? Ха-ха-ха. А-а-а. Ну да, девушки, ты хорошо и все такое, но не теряй гол. Понимаешь, Эдна не должна отвлекать твое внимание от, ну, важных дел. От завершения проекта для выставки и похода на Фрэкенштейна. Вот. Я сейчас слишком занят, чтобы ходить в кино. Но, эм... А что касается моего проекта, так он почти завершен. Ракета-мобиль? Ракета-мобиль? Это же вчерашний день. С машиной покончено. Но... От нее куча проблем и мало толку. Мне так и не удалось заставить силовую установку работать как надо. А кроме того, для общества от нее не было никакой пользы. Нет-нет, ты же должен был завершить свой ракета-мобиль. Тебе нужно просто... Моральный анализатор мыслей. Куда более важный проект. Чего? Это была задумка Эдны. И она приложила все усилия, чтобы я успел завершить его до начала выставки. Эвет, я слегка запутался. Блин, че-то... Какой сегодня день? О, день открытия. Сегодня день открытия выставки. А это напомнило мне, что нужно бежать в лабораторию. Если едно увидеть, что я тут прохлаждаюсь, мне не поздоровится. Еще увидимся, Корлеона. 12 октября? Дак? Я че-то не понял. Мы че, не туда вернулись, что ли? Док, ты че, неправильно настроил, что ли все? Господи, а... Тот-то... Эти две минуты... Я так и знал, что они будут нам... Станут, короче, боком. Мне так кажется, или тут весьма свежо для обучения? Мы опоздали на целых два месяца. Выставка вот-вот начнется, а молодой ты уже по уши влюблен в Эдну. Я всегда имел склонность уходить в дело с головой. Тогда прыгаем в Делориан и перемещаемся в нужный день. Нет, это слишком опасно. Помнишь, как я опоздал на встречу с тобой в 86-м? Да. Должно быть, произошло смещение. С временными контурами творится какая-то беда, и, похоже, становится только хуже. Если мы совершим прыжок сейчас, то нас может забросить в эпоху Кайнозоя. Или хуже. В мезозой. Не застряли? На время. Я изучу проблему и посмотрю, что можно сделать. А ты пока можешь заняться решением другой нашей проблемы. Верно. Я пойду в лабораторию и попробую говорить молодой у тебя. Бесполезно. Если молодой я успел, как ты говоришь, влюбиться по уши, все твои доводы окажутся бесполезны. Поверь, я себя помню. Лучше присмотрись к моей более сдержанной половинке. Кэдни? Где мне ее найти? А ты как думаешь? Я поведу. При перемещении в трех основных измерениях Делориан все еще должен работать исправно. Ой, жесть. Так и знал. Так и знал, что ничего хорошего из этого не получится. Ну, это круто в любом случае. Какие бы кривые у нас путешествия не были. Моя будущее, бывшее будущее, жена так приступает. Я действительно должен с ней поговорить? В смысле, нельзя ли мне просто погулять, пока ты чинишь временные фонтеры и... Понятно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Док, ты молодец. Не спрятать, Делориан, пока кто-нибудь... Эй, ты! Не загораживай дорогу! Всем участника машины будущего нужно пройти в северный павильон! Почему бы и нет? Ну да. Че бы и нет? Удачи! Хотя нет, не надо. Если выставка откроется, а там будет эта машина, это будет кошмар. Хе-хе-хе-хе. Надо прятаться, а не что-то... А не показывать всем наивиду. Так, ну ладно, давайте уже, пожалуй, на этом будем серию заканчивать. С вами был Wages of Sin. Это была игра назад в будущее. Эпизод у нас 4, серия 2. Всем спасибо за просмотр и... Всем пока!